В Самаре выпал первый снег. Это серьезное испытание для всех коммунальных организаций, написал исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков в телеграм-канале. В ночь на вторник на улице города было выведено 100 единиц спецтехники и более 50 человек. Основная задача – механическая уборка. Важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание на остановке общественного транспорта. Всем управляющим компаниям и ТСЖ, исполняющий обязанности главы города, напомнил о необходимости организовать уборку во дворах. На площади Куйбышева открылась выставка трофейной техники НАТО «Силы в правде, гордость и победа». Здесь представили различные бронетранспортеры и воевые машины пехоты, образцы стрелкового и противотанкового вооружения, а также другие образцы западной военной техники, захваченные российскими военнослужащими. Историю экспонатов будут рассказывать сами участники СВО. Выставку можно увидеть до 10 ноября. В Самаре на этой неделе проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании. Так, 6 ноября планируют замену участка водопроводной линии на проспекте Кирова, рядом с улицей Ветлянской. С 10 утра до 22 вечера холодное водоснабжение отключат на проспекте Кирова, а также в диспетчерской ТТУ, на производственных базах и в административных зданиях от улицы Ветлянской до Кировского моста. Жилые дома в список не включены. Кроме того, 7 ноября подключат систему водоснабжения бассейна на улице Старозагора. Работы пройдут с 9 утра до 9 вечера. Торжественная линейка, уроки мужества и тематические квесты. В Самарской школе номер 145 сегодня весь день проходят мероприятия, посвященные военному параду, который прошел 7 ноября 41 года в Куйбышеве. Учителя школы номер 145 уверены, в такой форме дети лучше усваивают информацию, а чтобы они прониклись атмосферой того периода, для них устроили тематическую фотосессию. Школьники снились в образах детей военного времени. Сотрудники госавтоинспекции Самарской области призывают участников дорожного движения к особой осторожности в условиях непогоды. В экстренной ситуации следует воспользоваться телефоном номером 112. Позвонить на него можно даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне. 4 ноября в России отметили День народного единства. Только в России можно совершить путешествия по тундре, тайге, горам, степям, побывать там, где цветут магнолии, в долине гейзеров, в поясе вечной мерзлоты и при этом не покинуть пределов страны. Можно изучить традиции и обычаи 180 народностей, и все это без всяких загранпаспортов и пересечения границ. К празднованию присоединилась и Самара. В городе прошел легкоатлетический забег. В музее Алабина открылась экспозиция «Россия», а на площади Куйбышева прошел митинг-концерт. Продолжение следует...